Всем привет, это Карамель. Тед. Калия. Мы сегодня на стране. Страна FM, страна FM, страна FM. Попели, почитали сегодня для вас. Будем сейчас отвечать на вопросы на ваши. Кому интересно, а нас узнать побольше. Или никому. Да нет, всем интересно. После нового трека, блин, сайт посыпалось. Про группу. Что про группу? Сколько мы существуем? Официально два года. Официально два года, да, мы существуем. А знакомый 10 лет? Мы делали сольный материал? С разных городов. Вон с Новосибирска, я с Тулы. Спасибо Павлу Дурову. Спасибо Павлу Дурову, когда мы, короче, общались, когда еще выпускали сольный материал ВКонтакте. Ну, как бы знали, что я знал, что он есть в Новосибирске, он знал, что я тут есть. И случайно, абсолютно мы, короче, я переехал в Москву, начал тут двигаться в студии, записывать тоже материал. И один мой знакомый говорит, у меня есть товарищ, который хочет записаться. Ну и не знаю ничего, просто мы встречаемся, он приходит ко мне на студию записываться и говорит, типа, опа, вот это поворот. Ну и начали общаться, уже так вживую. Общаться. Общаться. Начали делать материал, сделали пару демок. Да, сейчас на потоке, да, выпускаем материал. Моу-трек вышел. У нас недавно. Балансиага на зоне один. Хороший. Сольная это было такое более подростковое. Мы музыкой занимаемся около уже по 15 лет, но он чуть побольше, он музыкалку закончил и так далее. А я так ВКонтакте биты качал. Давно, короче, мы знакомы, а группа у нас два года. Название группы. Это вообще самый популярный вопрос. Где карамель, да? Просто запоминается, мы не слишком долго заморачивались. У нас еще какие были варианты? Скажи это. Немного вариантов было. Нет. Татуировку ты еще хочешь такую, как же? Альбом ты как-то хотел назвать? Багуа. Как? Ну это сложно. Это... Ну это можно сказать, скажи. Багуа. Ну и мы поэтому бы думали, что... Поэтому мы выбрали карамель. Поэтому выбрали карамель. Запоминается? Ну созвучно. Ну и мы не особо, наверное, похожи на сладких мальчиков. Пусть у людей будет сдвиг парадигмы. Прикол, ну просто по кайфу. Звучит клево. Прикол в том, что прикола нет. Это вообще музыка, ну как бы изначально для женского более пола. Ну типа карамель. Ладно, я нажму. Но если бы я был девочкой, я бы нажал точно. Больше клип был неожиданностью, скорее всего. Трек мы, ну... Ну дропнули за неделю вот или за полторы до клипа. Ну на клипе уже больше было динамики и отзывы от знакомых там, от тоже слушателей. Типа положительные были. Больше положительных, конечно, было. Мне кажется, себе просто проще подделать. Типа больше подделать, людей гоняют. Деньги, бумага. Но ты же не скажешь Versace. Ну и плюс созвучно, да. Фенди. Это странно было бы. Пишется же сначала первая строчка, потом вторая. А не наоборот. Была какая-то вводная вот то, что... Ну вообще мы сегодня решили не надевать балансягу, если что, чтобы меньше об этом говорить. Мы надели найки, чтобы проекламировать наш трек, который выйдет в конце августа. Да. Он уже вышел, кстати. Он уже вышел. Вообще бомбый трек. Проходите в нашу группу, подписывайтесь, слушайте, добавляйте. Трек оху... Качевый, танцевальный. Называется найки. На всех площадках. Дэмикс не будет третьей песни. Амбассадор Дэмикс там что-то такое. Нет. Это совпадение. Просто так получилось. На самом деле сначала была готова найки, которая выйдет в конце. А потом написали балансягу и решили, что это будет... В общем, выпустили балансягу. Скоро выйдет найки. Еще лучше треков. Еще выйдет очень много всего классного. На какой музыке мы росли? Не было никаких там рамок, жанра. Я меломан. Я вообще могу слушать рок и там... Но я, наверное, более на роке. Я вырос на классике. На джазе. Не знаю. Да все, вообще нет рамок никаких, правда. Ну, слушаем от, не знаю, от Рамштайна до Сюткина. Ну, типа, в таком духе. Я не знал этого. Ну, я слушаю, я нет. Ладно. Вообще все нравится, абсолютно. Ну, это зачем себя загонять в рамки слушая там, если я рэпер, я буду слушать только рэп, это бред. Это какое-то немножко тупоголовое мнение у людей. Не, ну, все равно мы через призму переносим. Мозон, типа, мы не потребители, которые слушают все. Ты же не слушаешь там... Не, ну, естественно, от каждого жанра нужно брать лучшее все. Да. Талантливых людей, которые чего-то добились в своей жизни, чем-то известные. Ни к чьи имена не произноси только. Музыку, да, делаем мы, во-первых, сами, во-вторых, вместе и все. Слова точно так же. Слова, да, пишем вместе, биты, записываем сами себя, сводим сами себя. В плане музыки у нас, ну, как бы мы, ячейка общества. Мы независимы, но работаем, тем не менее у нас есть команда большая. Да, огромная команда, клевая, которая фильтрует это. Помогает, направляет. Конечно. Современная музыка в России. В России. В России. Ну, в России. В России есть Caramel группа, так же лучше поговорить, наверное, про мир, про мир рассказать. Да. Потому что тут ниша занята. Заворотки много там, кто вообще сейчас талантливые? Ну, наверное, сейчас одни из крутых, кто. Да это банально. Трэвис, да. Лилтека, да бэби. Ну, если ты моложе 18, ты шаришь. Кстати, Бибер еще в последнее время тоже. Последнее время. Это Запад. У них вообще другое мировоззрение. Они, у них по-другому вся музыка строится. Звучание сто процентов. Звучание другое все. Своё звучание. Это и здесь, в России, ну, тот же, как бы, Маргин Штерн, он же взял именно тем, что такого нет. В плане звучания. Ну, и, как бы, все, кто сейчас в топе, мне кажется, именно поэтому там. Ну, не все, конечно. Ну, и либо ты повторяешь какие-нибудь топовые там слова там. Да. В России как? То, что залетает в чарт, реально то, что круто и талантливое. И вот все, что ниже десятого места, это, в принципе, копии. Мы просто еще не в чартах. Поэтому, Саня. Ну, это дело времени. Нет, мат в песнях. Да это стереотип, что он выводит песни на более какой-то услышанный уровень. Типа, нет, это вообще бред. Мне кажется. Типа, может быть, люди как протестуют, делая матные песни, но, мне кажется, это всего лишь от недостатка словарного запаса или ума. Почему? Ну, мат тут должен быть уместным. Если там вот как можно привести в пример... Бу, я и... Бу, я и... Ну, вы просто, ну, типа, чок-чок. Нет, ну, это уместно, в смысле? Ну, уместно, но... Когда карамель скоро распадется, если что... Я не буду материться, он будет, и мы сделаем сольные проекты. Шутка. Ну, в жизни тоже, ну, бывает. Мы же все люди. Эмоции. Ну, как бы, нет на стабильном потоке, что я выхожу, там, говорю, здорово, х**. Типа. Или, ну, что-то подобное. Нет. Ну, бывает, вылетает, как у всех, мне кажется. По лейблам мечтаем ли мы оказаться... У нас клевая команда. Зачем нам мечтать? Да. У нас, наверное, самая лучшая команда и самый сильный игрок. Мы уже побывали на этом рынке. На этом рынке управляет всем этим. Так что... Кайф. Есть с чем сравнить. Только на данный момент команда, с которой мы работаем, это лучшее, что было. И сто процентов. И есть в России, я думаю, да. Какие команды? Отсутствие работы команды. Да. Отсутствие работы команды. Типа, ну, все делали то же самое, что и сейчас делали. Не было общей цели, так сказать. Были люди, которые просто... Которые просто хотели получить проценты. За то, что мы все делаем сами. Не, давай не будем много внимания уделять. Ну да. Главная команда. Команда наша крутая вообще. Make it music. А, да. Make it music. Мы же подписаны. На соцсетях. Ну, во-первых, мы начали двигать TikTok. Caramel.new. Да. Все заходите, смотрите там клевый видос. Вписывайтесь. Инстаграм? Да. TikTok. ВК уже, конечно, но... Немножко не забывается, да. Немножко не забывается, да. А в свободное время, я не знаю, я смотрю YouTube. Мне нравятся подкасты с Каргиновым. Кто-нибудь, может, знает. Что было дальше? Все такие юмористические, наверное, шоу. Ну, когда кушаешь, может быть. Когда у бабушки в гостях. Да. Так вообще нет. Практически нет. Да мы... Nickelodeon могу посмотреть. Nickelodeon. Ну, все равно тоже в интернете. Дважды два. Дважды два. Ну, это так поорать вечером, чтоб уснуть. Пишут больше нам. По-разному пишут. Вообще, да, мне кажется, 50 на 50 и 50 тех, кто пишут, что типа... Вернитесь к старому. Баланциага? Да. Вы что? А есть, типа, вообще качает. Вот на рынке, да. 50 на 50. Это, наверное, зависит от отдаленности края. Типа, чем отдаленнее, тем более негативно относятся. Я не знаю, с чем это связано. Да, просто, скорее всего, мы почти полностью сменили свои направления. И люди, которые слушали, пока они не понимают, что типа, ребятам надо расти. Не, ну, в любом случае, наш слушатель, он, ну, типа, остается. Остается, конечно. А какие-то там... Ну, покеры всякие есть, ну, такие. На Ютубе, короче, под клипом нашим новым был коммент, прям он висел, типа, видно, ребята сидели над текстом, старались, короче. Ну, это, ну, видимо, кто... Нет, а у меня есть фотография, где мы фотографировались на полицейской машине, и я, типа, руки опустил. Ну-ну-ну. На шерифской, да? Да. Там, типа, более пошлое что-то. Ну, вообще, люди разные. Дичь. Дичь им очень много. Просто все сейчас перечислять, это все будет... Ну, там карамель, типа, уже, может, я бы, если бы был 16-летним хейтером, я бы так написал, типа... Не пожалел бы запасы. Ну, пи***ц. Пи***цовый, да. Да. Вы вообще кто? Да ладно, короче, проехали. Ну, теплые, конечно, бодрят эмоции. Да любые эмоции бодрят. Главное, что пишут. Это же более тиктокерские дома, не то чтобы блогерские. Но если на данный момент мы будем судить, то в Штатах, типа, как относятся. Отнеслись уже к тиктоку, его же запретили. Ну, и, возможно, это дойдет до России. Ну, если закроют тикток, соответственно, закроются дома. Ну, а пока что снимают, ребята? Ну, надолго, ненадолго, но, скорее всего, на это поколение, которое там сидит сейчас. Ну, там, 12+. Сейчас они повзрослеют, начнут учиться или не повзрослеют. Да заглохнет тема эта по-любому. Мне кажется, не будут люди нуждаться в этих домах. Ты можешь снимать дома со своей аудиторией. Зачем тебе дом? С кем-то, если ты можешь, ну… Просто сейчас, пока эта волна идет, там какая-то… То, что они там все собираются, под 20 человек живут… Мне кажется, это вот так идея у какого-то типчика родилась. Типа, давай соберемся. И начали как бы слизывать все остальные… Сколько домов, я не знаю, уже. Поселок, наверное, тиктокеров уже. Тикток для поддержки музыки. Для продвижения ее. Для узнаваемости. Блин, их настолько много, что мы не запоминаем эти фильмы. Ну… Шип, он популярный. Он же тиктокер. Шип, кто еще? Как Катя вот эта… Шпура или… Ну вот, типа того. Ну типа того. Ну… Ну есть, ребята. Знаем. Просто у них там такие ники, короче, имена, что… Хрен запомнишь. Этот… Гера. Гера. Герман. Весь… Иксо, 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 ребята. Вот, знаем, иксо, ребята. Как их дом? Еще. Тим или что-то такое. Dream Team. В общем, да, мы знакомы. Мы приезжали в несколько домов. Несколько раз чисто. Везде были разные люди. Мы попрыгали, поснимали и все. И как-то подписались и забыли. Не, вообще это клево. Да. Нам нравится. Это весело. Что-то в этом есть. Ну, я закончил новосибирский геодезический СГГ. Но я, типа, уже с детства знал, что я буду музыкантом. Это более, наверное… Для родителей, да. Что? Почему нет? У меня так было. Не, ну, не то что для родителей. Для… Наверное, для общего родителей. Я изначально знал, что я там… Ну, чем я буду заниматься в дальнейшем. Чтобы… Ну, для родителей. Не казаться расп*****ком конкретным там. Ну, мне приходилось ходить в универ. Я ходил. Смеялся. Ну, если… Тебе 15, и ты… У тебя 7 миллионов подписчиков в ТикТоке, и ты зарабатываешь, там, миллион рублей в месяц. Типа… Работу. Ну… Это воспитание. В основном, родители говорят, ну, типа, есть же какой-то там план возрастления своего ребенка. Школа, там, универ. Что армия… Ну, слава богу, я не был в армии. Ничего личного не имею против армии. В колледже искусств учился. Правда, не закончил. Ничего страшного. Просил. Ну, и все. И я, ну, как бы, музыкант. Я знал тоже, кем я буду. Он просто ТикТок с 7 миллионами. Да. И за это он решил… Да никогда не парился. Я просто… Просто знал, что я буду музыкантом, и все. И когда я уже реально понял, что я этим могу заниматься спокойно, я свободно, и никакая мне учеба не нужна. Я просто послал, сел в студию и все. Деньги. Ну, конечно, было очень туго нам. Очень туго. Мы въезжали в очень сильных плей. Это вот даже если сказать, то это даже… Нет такого слова. А сейчас… Ну, ***. Не знаю. Соточка пока, в принципе. 150. Нужно на что? Типа, ну, квартиру оплатить и поесть, и, там, не знаю, без штанов не остаться. Пока каких-то затрат особых нет. У нас… Цели… Ой. Цели другие… Деньги с Анины выпали. Да. Цель вообще не бабки, типа, не заработать пока. Деньги – это бонус приятный, который капнет. Пока надо просто получать удовольствие с того, что мы делаем. Было туго, но они как-то… Как-то все днем решалось. Прям вот мы… Да. Прям вообще у нас было такое, что нам нужно заплатить в пять, там, типа, за квартиру мы снимали вместе квартиру. А у нас в три их нет вообще денег. Нам что-то надо было платить тысяч по 70. Нам звонил какой-то там… Мы вообще еще зарабатываем с того, что мы зарабатывали. Зарабатывали. С того, что продавали песни артистам. Под ключ. Да, артисты – они такие нестабильные люди. Очень. Типа, ***, завтра, бро. Да. Завтра он говорит, завтра, бро. Ну, как бы, ***. Из-за таких чуваков. Разное бывало, да. Пенька въезжали. Ну, а деньги, ну, все любят деньги. И у каждого свои приоритеты есть. Мне деньги нужны для одного, ему нужны деньги для другой. Тонко. Да есть дружба, конечно. Но только, ну, все равно тут, как бы, Москва. И по большей части все новые знакомства, они… Из-за того, что нужна взаимовыгода, взаимопомощь друг другу. Ты помог ему, он помог тебе. И, в принципе, ну, в Москве это, наверное, можно назвать не дружбой товарищей, а партнерством. Партнерством, скорее. Не, у нас, короче, вот есть я, Санек, еще паренек. У нас там вообще отношения построены, типа, исключительно, там, ну, на дружбе меня, какой-то музыке впервые. Ну, мы просто друзья, типа, когда и мне что-то надо, и ему что-то надо, но мы, типа, друг друга не бросаем. Ну, все равно ругаемся, деремся, толкаемся. Да, но сегодня третьего с нами нет, да? Третьего с нами нет. Да, деремся, ну, периодически бывает. Ну, как бы, это нормально. Просто если вернусь… Может быть, там, два-три человека есть, с которым, типа, которые с тобой общаются, потому что… Потому что… Вы дружили. Поназываем это даже друг друга без, там, ссор. Ну, да. Ну, это просто такое общение, не знаю. Ну, кореша, у всех есть друзья, мне кажется, ну, и уровень общения с друзьями, ну, все понимают, какой… Если он не берет два раза трубку… Б**… Он… Ну, короче, жестко, жестко. Он иди туда бросает, там, трубку, типа… Ну, что-нибудь такое. Ну, разные контри бывают. Это не для эфира. Да как? Ну, я п*****с не знаю. Дурак. Ну, как же можно назвать? Да это все, ну, по-дружески. Типа, без смысла, глубокого. Я сейчас в жизни. А, да я со студии приехал. Не спал, да. А он спал. А я делал трек новый. Еще один. Планета называется. Скоро тоже выйдет. Ну, вот, на холостяка позвали недавно, кстати. Будет кастинг набираться там. Девочки, заходите, смотрите. Да ладно, он шутит. Он просто четыре года в отношениях. И он, типа, каотичит, как мне. Вообще, изначально я встречался с девочкой три года. Он, ну, с этой же встречался три года. И мы такие шли… Мы не с одной встречались. Понятно. И говорили, типа, да все, расход с ними. Нам нужно, ну, думать о другом. Ну, я разошелся. А он, типа, да, я сейчас тоже разойдусь. Ну, и вот как бы. Я тоже разошелся сначала, но… Слабак. Слабак. Слабазадый. Слабазадый. Как моя девушка не нужна, а как, ну, девушка, ну, иногда нужна. Как девушка не нужна, но как девушка не нужна. Идеальные отношения, я не знаю. Понимали, наверное? Это всего должно быть понемножку. Нужны эмоции в отношениях. Ну, типа… Мне, как музыканту, нужны эмоции. И ругаться, и не ругаться. Чаще, когда я даже, наверное, расставался, там, ну, на какое-то время ругался, после этого прям сразу… Балансиага, да? Сразу балансиага рождалась, да. Деньги, бумага. Деньги, бумага, принесла. Сейчас я прям как назло ей, как она будет губы кусать, потом локти свои. Ну, это… нет, это шутка, конечно. Чего нет? Нет, конечно. Я думаю, это дело каждого. Да. Сто процентов. Ну, хочется на себя сиськи вот с такими сосками. Ну, пусть она себе делает. Нет, про твой вкус, в смысле. Про мой? Блин, мне без разницы. Ну, как бы… Я с армией пришел. Я с армией пришел. Мне без разницы. Ладно. Да нет. Главное, чтобы это… Ну, это чтобы выглядело. Хорошо, мне кажется. Либо вообще это не нужно. Типа, если ты и так красива, нахрена тебе еще, типа, сиськи больше? Ну, грубо говоря. Типа, если ты так красива, зачем сиськи больше? Да нет. Если это идет к тебе… Ну, в смысле, ты девочка. Если к тебе идет, ты это не сделала просто почему-то, потому что кто-то сделал. В кайф. Ну, а если… Ты это сделала, потому что кто-то, что-то, то… До свидания. Ты что? Смотря для чего? Мозги, ты сказал? Ну, смотря для ***, кстати, да, силикон. Она может понравиться тебе и правда и сиськами, типа, а может тебе и не понравится сиськами, а может понравится без сисьек. Ну, как бы нет, такое. Вообще нейтральное. Три вещи, что не нравится, что бесит, да, прям? Когда человек является, ну, тем… Двуличием, прям… Двуличием, да. Я друга нашего вспоминаю. Без его качества. Ну, я не знаю. Тоже такое. Двуличие, не искренность, скорее всего. Такое. Когда за глаза говорят, прям. Выгода, да. И когда человек пишет выгоду. Уже больше трех, да? Нет, три как раз, наверное. Нет. Или это все одно? Двуличие, да? Это все-таки двуличие, да. Двуличие, наверное, не знаю, тупоголовость какая-нибудь, не знаю, как это объяснить. Изменишь, блю. Манты не люблю. И людей. Манты людей? Я не знаю. От музыки? Да, от музыки в первую очередь. И всех ее составляющих. Создание, написание, прослушивание. Не знаю. Ну… Если честно, ну… Если мы прям… Прямо реально только от музыки. Вот я больше ни от чего не кайфую. Именно вот эти прям эмоции, которые… Ну вот прям, когда вот ты можешь сидеть угрюмый и просто открыть нот, свою там рабочую станцию, фэлку, взять там, написать три ноты. Настолько они тебя взбодрят, что ты будешь ходить, как будто выпил два литра кофе и прям бегать, и когда ладони аж потеют, и ты прям аж кайфуешь. Кофе на ладони? Только от музыки. Ну, кофе ладони, да. Ну ты… Только от музыки такие ощущения. Больше ни от чего. Да, больше от музыки, чем от каких-то вторичных темок. Типа алкоголь и так далее. У нас лейбл будет сто процентов. Через десять лет… Свой какой-то агрегатор, конечно. Да, сто процентов. Будем подтягивать новичков. Или нет. Или нет. Через десять лет, представляете, десять лет, мы откуда это можем знать? Это очень долго же. Да. Может, нас завтра в Тур в Штаты позовут. А там из Дрейка… Ну там остажимся. Да, типа. Карамель через десять лет будет. Да, сто процентов. Это сто процентов. Может быть, и уже не карамель. Да нет. Да будет, будет. Я не знаю, что будет через десять лет. Помните, он говорил, чем дальше, короче, от центра, типа, тем… Вот, собственно, доказательства. Самое главное в жизни… Цель. Цель. Сто процентов цель. Самое главное в жизни – никогда в себе не разочаровываться и не выступать своим принципам. Да, цель. Идти ДП. Идти. Вот поставил он там десять лет и… И переобуваться, мне кажется, тоже. И переобуваться. Ну это, наверное, для тех, кто еще не определился, что он хочет какая-то… Ну, не знаю, цель. Да многие переобуваются на полпути даже. Ну и вообще. Для нас, конечно, это вот… Топ-тур по западу, по миру. Комендарь, типа… К этому видео, типа… Прошлый трек был «Балансиага», теперь «Найки», что они говорят про переобуться. И переобуваться, да, и настоящим быть. И цель свою помните. Все. Три правила от карамели.